В тренажерном зале салона красоты Прованса «Жиотаж» Анна Стародубцева проводит семинар. Познакомиться со спортивной звездой фитнес-бикини Америки и России приехали молодые люди из разных городов края. Хотелось бы по питанию кое-что новое узнать. Имеется в виду питание не спортивное, а обычное питание спортсмена из обычных продуктов. Есть некий патриотизм, что русские ребята добились хороших и серьезных успехов в своей сфере. И хотелось бы тоже следовать. Очень интересно послушать ее взгляд на тренировки. Особенно меня привлекает, что она тренируется сама. Анна Стародубцева – пример целеустремленности и упорства в работе над собой. Ее авторские упражнения, тренировки и рецепты полезных блюд для спортсменов имеют огромную популярность. Анна – яркая и интересная личность. Семинар проходил в непринужденной обстановке. Вопросы задавали самые разные. Советы новичкам, комплекс упражнений для профессионалов, правильное питание, подготовка к соревнованиям, похудение и другие. Сначала надо поставить цель в любом деле, как в спортивном, как и в профессиональном. То есть тебе нужно знать цель, к которой ты идешь. И желательно, конечно, поставить какие-то, может быть, даже временные сроки. Общение переместилось в тренажерный зал. Спортсменка показала несколько эффективных упражнений, провела мастер-класс. Главный урок – быть позитивным. Для полного счастья девушке не хватает только детей, которых она планирует с супругом в ближайшие годы. Крепкая семья и, так сказать, профессиональная состоятельность – я думаю, что это те два основных фактора, которые сделают меня счастливым человеком. Анна живет в США, но на всех соревнованиях гордо представляет Россию. Я очень-очень скучаю по России. У меня здесь родители, у меня здесь друзья, огромное количество друзей. Я в вашем городе провела такое количество времени. Я обожаю Анапу. Это уже как мой второй город. Я очень люблю Анапу. Очень красиво, много красивых мест. Мы хотим сейчас на Утриш поехать. Семинар Анна Стародубцевой прошел в теплой дружеской атмосфере с цветами, подарками и улыбками. Конечно же, такие встречи вдохновляют, тем более, человек из другой стороны, из профессионального спорта. Я думаю, что это даст определенную точку роста и мотивацию для наших друзей. Участник мастер-класса Анна пообещала, что такая встреча в Провансе будет не последней. Она приедет в Анапу весной.